Требование уведомлять Совет Европы о введении военного или чрезвычайного положения действует для всех членов организации ещё с 50-х годов прошлого века. Российская Федерация присоединилась к Совету Европы в 1996 году и стала участницей международных договорённостей. После, ни во время двух чеченских войн, ни в момент вторжения российских войск в Грузию, а потом в Украину, в России не вводили военное или чрезвычайное положение. Называли акты агрессии, операции по восстановлению конституционного порядка, операции по принуждению к миру и, наконец, специальной военной операцией. «Разрыв всяких отношений с международными организациями наметился давно, а сейчас стало ясно, что с Россией, собственно говоря, никто особенно разговаривать не собирается. Поэтому то, что там Путин уведомляет, не уведомляет, это всё уже никого не интересует. Ну и к тому же, вообще, всякие юридические статусы, которые находятся внутри России, то есть военное положение, не военное положение, мало чего меняют. Я не думаю, что Путину это нужно, поскольку он и так, в общем-то, может делать в стране всё, что угодно». В том, что подконтрольная Кремлю Госдума проголосует за поправки в действующее законодательство, эксперты не сомневаются. Российский парламент давно стал формальным органом власти, который необходим Путину для легализации собственных замыслов. «Во-первых, полная зависимость парламента. Что значит зависимость? Полная декоративность парламента. Таким образом, нет проблем в том, чтобы утвердить любой режим, пусть даже режим, я не знаю, циркового представления. Но и в отношении международных организаций нужно что-то делать. Путин легалист. Он нарушает закон, делает это регулярно, но делает всё это в квазиправовом формате. «И я очень опасаюсь, что заточка соответствующих правовых инструментов – это не звоночек перед их применением». Поправки в законе позволят Кремлю репрессировать россиян без оглядки на международное гуманитарное право. А о том, чтобы россияне не смогли обратиться за защитой в международные инстанции, Москва позаботилась заранее. В 2022 году Госдума приняла решение, что выполнять постановление Европейского суда по правам человека страна не будет. «Та статья Конституции, которая обозначала приоритет международного права над внутрироссийским законодательством, она была не то чтобы спасением, но по крайней мере давала надежду. И действительно, в целом ряде случаев удавалось как-то смягчить приговоры. Люди получали компенсации за незаконные приговоры. То есть это была какая-то надежда. А сейчас такой надежды нет. То есть это, так сказать, дырочка, скажем так, щелочка в Европу была заколочена. Так что это плохая история». Перерезав последние нити, которые связывали Россию и цивилизованный мир, Федерация ищет новых друзей среди государств с такой же тоталитарной формой правления. «Создаются и создавались специальные свои карманные международные организации, которые объединяют Россию с режимами сходной направленности, у которых есть общий четкий базис. Интересы государства всегда стоят над правами и свободами человека. И вот эти организации были тихо созданы более чем за 20 последних лет. И Россия может говорить, что у нее есть альтернативное правовое пространство». Очередной шаг, разрушающий систему международного права, Россия предприняла 8 августа 2023. Путин подписал указ о приостановке договоров об избежании двойного налогообложения с так называемыми «недружественными странами». Речь идет о почти 40 государствах, среди которых США, Великобритания, Южная Корея, Япония, страны Евросоюза и другие. Когда заработают новые нормы в документе, не уточняется.